Другая история о воде и женщинах свежий взгляд на легенду или кого в 21 веке берут в русалки. Из Германии. Репортаж Ивана Благова. Если бы немецкие поэты, воспевавшие речных фей, увидели эти кадры, то место нимфы Лорелеи в германской литературе вполне могла занять Катарина. Эта девушка – главная русалка земли Баден-Вюртемберг. Я выросла на мультфильме про Ариэль. И стать русалкой всегда было моей заветной мечтой. Я с детства любила плавать под водой. Там настоящий покой и тишина. Почти три года назад Катарина Хегеман создала клуб «Нимф». И с тех пор на время обретает человеческое обличие, чтобы объяснить девочкам и девушкам, что такое быть настоящей русалкой. Мы приветствуем других русалок, ныряя и показывая хвост из воды. В каждом регионе, откуда родом нимфа, приветствие выглядит по-своему. Вы не ослышались. В каждом регионе популяция русалок в Германии стремительно увеличивается. Сколько их сегодня, сказать сложно. Ведь не все из них, как, например, вот эта мюнхенская нимфа, показывают себя простым людям. Катарина Хегеман рассказывает о причинах русалочьего бума в Германии. Плавание в обличии морской девы – отличный фитнес. Мощная спортивная нагрузка на спину и ноги, то есть на хвост. Самое сложное – в самом начале привыкнуть к тому, что нужно совсем по-другому двигаться. Движения русалки вот такие плавные, а не толкательные, как у лягушки. Как только вы поймете эту разницу, все становится очень простым. Быстрее всего учатся дети. Восьмилетняя Ленни объясняет, кто может называть себя русалкой. Главное, у нее должен быть хвост, купальник и обязательно длинные волосы. Причем длинные волосы немецким девочкам отрастить значительно сложнее, чем найти костюм морской нимфы. Русалочий хвост в Германии можно просто купить. Вот этот, например, промышленного производства. Но многие их делают сами. Главное – найти эластичный кусок пластика, не флексиглаз. И смастерить крепление для ног. Ну а дальше нужна лишь тянущаяся ткань с рисунком. Раскрытие этой главной русалочей тайны, конечно, разрушает весь романтический орион вокруг этой истории. Но современным немецким мальчикам, похоже, русалки хоть с тайной, хоть без, в принципе, не интересны. Да нет, вообще ничего особенного. Ну, конечно, немного это удивляет. Но сегодня ведь чего только нет. Впрочем, и сами нимфы, кто постарше, порой удивительно по-немецки прагматичны. Какая уж тут романтика. Я, конечно, хочу поплавать, как русалка в открытом море, но думаю, что это не очень хорошо для хвоста. Краска может слезть. Так что я пока плаваю в бассейне. Анна, наверное, просто не видела этих кадров и не совсем понимает, чего же она себя лишает. Морские обитатели нимф, похоже, принимают за дружественных существ. Как знать, может, просто русалок они видят каждый день. И морские девы действительно существуют. И вам благой Дмитрий Волков, Ольга Ледовская, Первый канал, Германия.